Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, в котором каждый день, включая выходные, мы постим конкретные торговые рекомендации по разным финансовым активам и в соответствии с разными поводами. Это может быть основа технического анализа, либо какой-то фундаментальный посыл, который тоже подсвечивает довольно перспективную идею. Всегда открыты к предложениям, поэтому если вы хотите, чтобы мы каким-то образом разнообразили контент, что-то добавили, а может быть даже что-то убавили, оставляйте это в комментариях, пишите, можете передавать фидбэк через ваших персональных менеджеров. Ну что ж, друзья, это неделя. Скучать точно не придется, потому что на этой неделе у нас Non-Farm Perils. Напомню для тех, кто забыл, что это такое, это статистика по американскому рынку труда и отчеты, которые имеют принципиальнейшее значение для американского регулятора в вопросе повышения процентных ставок. А вот как раз повышение процентных ставок это основная тема всех финансовых рынков сейчас и ФРС идет впереди планеты всей, потому что именно он задал некоторое время назад серьезный тренд, направленный на ужесточение национальной монетарной политики. Именно он начал активное повышение процентной ставки и на текущий момент разогнал ключевую ставку Федрезерву, по сути, ключевую ставку в США до 3,25%. Поскольку мы с вами, в принципе, знаем, какие планы сейчас обдумывает американский регулятор по тому, как повысить ставку до конца этого года, я имею в виду заседание ноября и декабря, понимаем, что ключевая процентная ставка может легко перевалить даже потенциально за показатели в 4,5%. Но он, Farm Perils, почему этот отчет так важен? Это, по сути, индикатор состояния американской экономики. Если ФРС принимает решение повысить процентную ставку, он постоянно вынужден оглядываться и смотреть на два показателя на рынок труда и на данные по инфляции. С инфляцией мы знаем, что в США серьезные проблемы. Я предлагаю вам сделать точно такой же вывод на основании последнего отчета по базовому индексу потребительских цен, который в позапрошлом месяце вырос с 6,9% до 7,3%. Это больше, чем в три раза выше цели, которые остаются на прежней 2% отметке. Обновленные данные по инфляции уже за август будут опубликованы фактически через неделю. Вот тоже будет интересно посмотреть, что произошло за месяц базовой инфляции. Но что-то подсказывает мне, что в лучшем случае индекс потребительских цен остался на прежнем уровне. В худшем снова вырос, и для нас это будет довольно неплохое условие, чтобы мы еще больше, с большей уверенностью навалились на длинные позиции по индексу американской валюты. Так вот, с инфляцией все понятно, она высокая, с ней нужно бороться. Таким образом, мы ужесточаем монетарную политику. Но вот тут как раз и начинают всплывать факторы, условия, обстоятельства, которые многих заставляют все-таки несколько скептически смотреть на возможность сохранения американским регуляторам высоких темпов повышения процентных ставок. Это риск того, что повышение ставки будет создавать угрозу для экономики в целом. И рынок труда сейчас, он как раз и может подсветить, в каком состоянии в целом находится экономика. Я рассчитываю в эту пятницу увидеть хорошие цифры. И для Федрезерва сильный рынок труда, подтвержденный еще одним сильным отчетом, будет очередным аргументом, чтобы не сворачивать с пути от проведения агрессивно жесткой монетарной политики. Доходности американских облигаций скорректировались на прошлой неделе. Это, в частности, и дало возможность несколько выдохнуть продавцам, потому что индекс доллара снова вернулся в район 112 с небольшим. Но это, на мой взгляд, простая коррекция, которая, конечно же, не знака равно развороту, потому что тенденция остается прежней, бычий фундаментальный фонд, поддерживающий для этого инструмента. Заказаны товары длительного пользования, конференц-сбор, вся статистика, в принципе, неплохая. Я думаю, что на этом тоже можно отчасти отстраивать свою идею, линию того, что у доллара будет больше оснований сохранить интерес к своей персоне. Цели прежние 114-115 пунктов при сильном рынке труда, при более высокой вероятности того, что 2 ноября американский регулятор повысит ставку снова на 75 байсных пунктов, у нас и будет, опять же, развитие обычного тренда, который нами прогнозируется. Европейская валюта против доллара 0,9787. Коррекция довольно-таки неплохая. В принципе, за последние дни мы вернулись в район 0,98. Может быть, чтобы прям совсем идеально картина сложилась даже с учетом технического анализа, евро мог бы восстановиться до паритета и потом уже с осознанием вот этого негативного новостного фона уйти на обновление исторических минимумов, как это было раньше. И уже протестировать 95 уровень, и, как отмечают аналитики Морган Стэнди и Сити, добраться до уровня 0,93. Ну, я думаю, что разворот может начаться прям уже с текущих значений. Даже по техническому анализу все-таки может быть очередная волна распродаж. Основания для этого есть. Это последние отчеты по бизнесу, оптимизму, АИФО, по потребительским настроениям от ЖИФК. Статистика плохая. Газовый кризис, который усиливается, особенно после инцидента на Северном потоке, и Европа осталась полностью без поставок газа, которые осуществлялись по этой газовой магистрали и инфраструктуре. Политическая фрагментация после того, как к власти в Италии пришли ультраправые, и действительно снова есть риск полного развала Европейского Союза. Я советую вам его не игнорировать и не недооценивать. Когда-то мы также скептически смотрели на возможность того, что евро будет стоить меньше, чем доллар. Сейчас это уже реальность, и мы готовимся к тому, что просадка может быть еще 5-10%, почему бы и нет. И в принципе проект евро, который задумывался много лет назад, через какое-то время при сохранении вот этих разногласий в политической элите, при усилении вот этой вот политической фрагментации, может вовсе провалиться с треском. Но это совсем пессимистичный сценарий. И пока что я предлагаю вам сделать больше упор на укрепление доллара, на газовую кризис, плохую статистику и рецессию, которая вот-вот постучится в дверь всего Европейского Союза. Цели, друзья, 0.96-0.95. Британская валюта скорректировалась. Хорошо, что мы вовремя вышли, по сути, из фунта. Очень хорошо заработали в последние недели. Но со стороны я продолжаю наблюдать за тем, как британская экономика идет на дно при новом правительстве, опять же, при министре финансов, премьер-министре. Последняя обложка экономиста очень иллюстрирует, опять же, этот риск, угрозу для экономики. Она состоит в том, что лодка посреди океана, в этой лодке лист-трассы и министр финансов, и по сути, лодка идет ко дну. Я думаю, что фунт в конечном счете доберется до паритета, но в текущих сделках сейчас дальше торговать фунтом не планирую. Есть больше, вижу больше потенциала снижения в европейской валюте, и по евро я уверен, что там будет, в принципе, одноправленная тенденция, без каких-либо выкупов, которые периодически возникают по фунту. Золото по-прежнему ждем в районе 1680-1700. Американский фондовый рынок еще ближе мы стали к нашей цели. У нас цель, напомню, ближайшая 3500, лоу, а в прошлой неделе 3571 пункт. При агрессивной монетарной политике Федрезерва СНП не сможет восстановиться. И хорошо, потому что мы ждем на более низких уровнях. Биткоин 19000, соответственно, так же, как и в ситуации с фондовым рынком, цель нисходящая, ждем внизу, ближе к 15000. Рынок нефти 8720 по Бренту, 5 октября состоится заседание ОПЕК, на котором, скорее всего, примут решение сократить уровень нефтедобычи. Доказывает то, что страны ОПЕК стали меньше зарабатывать, и им нужно сейчас простимулировать рост цен. Я думаю, что либо 4 октября, либо уже непосредственно 5 октября мы с вами залезем снова в нефть, если вам интересно то, как действую я. И я планирую все-таки открыть длинную позицию. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok